Сегодня Россия отмечает День славянской письменности и культуры, а православная церковь вспоминает святых Кирилла и Мефодия. В честь праздника ровно в полдень сводные хоры по всей стране исполнили самые известные и всеми любимые песни. Многотысячный хор объединил десятки городов. В Чебоксарах большой сводный хор выступил на Красной площади. Более 600 детей из Чебоксара, Новочебоксарской и Чебоксарского района под открытым небом исполнили гимн России. И Чуваши – популярные песни о родине, известные детские композиции. Выступление сводного детского хора проходило под музыку в исполнении Чувашской академической симфонической капеллы под руководством главного дирижера, народного артиста России Марисы Еклашкина. В этом году впервые вместе с детьми выступили хоры ветеранов, а также участники и лауреаты местных вокальных конкурсов. Для меня этот праздник действительно является одним из священных, потому что он вдохотворяет себя просветительское начало в людях. И для меня, как для гражданина Российской Федерации и Чувашской Республики, очень значимый праздник. Мне понравилась песня «Тари», что в переводе с «Жаворонок». Я очень горжусь, что я пою в детском сводном хоре. На главной сцене Республики появились и былинные герои. Именно они и рассказали о появлении письменности на Руси, поведали легенды и о зарождении языка в Чувашии. Свои стихи на празднике прочитал и российский актер театра и кино Сергей Друзьяк. Хочется пожелать, чтобы язык передавался в первую очередь в стихах. Просто я и сам обожаю стихи. И, конечно, призываю ребят. И вообще мне хочется, чтобы чаще проходили эстафеты, олимпиады поэтические какие-то соревнования. Чтобы у ребенка, у подростка был какой-то стимул учить стихи наизусть. Потому что я частенько встречаюсь с ребятами и когда говорю, расскажи свое любимое стихотворение. И, конечно, очень грустно, когда ребята теряются. Хотелось бы, чтобы они не терялись, чтобы у них были любимые Гумилев, Кирсанов. Галина Титарчук, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.